Почему Россия не отдаст Крым? Это действительно очень важно. Байхутан. Саху, Китай. 6 августа 2018 года. Недавно опубликованная Крымская декларация США вновь вызвала негодование у России, и это привело к напряженности в российско-американских отношениях. С момента присоединения Крыма к России, отношения с Украиной фактически дошли до мертвой точки, что повлекло за собой применение крупномасштабных санкций европейскими государствами против России. Однако даже в таких условиях Россия по-прежнему не идет на какие-либо вступки в крымском вопросе, и это демонстрирует тот факт, что Крым действительно крайне важен для России. Главной причиной, по которой Россия придает большое значение Крыму, важное стратегическое расположение региона. Территория Крымского полуострова небольшая, однако регион проникает в самое сердце Черного моря, и таким образом может перехватить инициативу за господство на Черном море. В настоящее время много государств располагаются на побережье Черного моря, однако все они не проявляют дружественных чувств по отношению к России. Более того, активное военное вмешательство США и НАТО на Черном море также вынудило Россию в еще больше спешке упрочить свои позиции в этом регионе, поэтому Крымский полуостров и стал для России непременной целью. К тому же Крымский полуостров – важная база расположения Черноморского флота России. Если бы регион принадлежал Украине, то тогда бы под большим вопросом стояла безопасность и контроль Черноморского флота. Россия не хочет разделять Черноморский флот с Украиной и уж тем более не стремится ограничиваться ею. Поэтому, когда полуостров выразил пророссийские настроения, Россия без колебаний приняла Крым. Кроме этого, Россия также надеялась вернуть Крым из точки зрения исторической идентичности, так как исторический Крым долгое время входил в состав России, и только в советский период он был передан Украине. В то время и Россия, и Украина входили в состав СССР, поэтому не было никаких разногласий о том, чтобы вернуть полуостров. Однако после распада Советского Союза вопрос о владении Крыма стал серьезной проблемой. Поворот Украины на Запад еще более обострил крымский вопрос. Для России сближение Украины и Запада неприемлемо, поскольку в таком случае Украина станет аванпостом для НАТО против России. Если бы Украине было позволено вступить в НАТО, то тогда последующее присоединение Крыма было бы почти невозможным, поэтому Россия, чтобы ее интересы не были ущемлены, решила перехватить инициативу. Сейчас, когда Крым вошел в состав России, Украине, кроме громких и пустых лозунгов, фактически нечего предъявить России. Америка и НАТО еще больше не хотят быть вовлечены в это, все-таки там присутствует мощь белого медведя, и никакая страна в действительности не способна начать борьбу с Россией за Украину. Россия это понимает, и потому, как бы ни запугивали Соединенные Штаты, она никогда не отступит. По расчетам России, европейские государства не станут раскрывать перед ней все свои карты только из-за Крыма.